Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Маш, вот один вопрос Ты счастлива? Да Ты красивая? Да Все хорошо? Я говорю, а как это симпатично и показательно? Вот пустой диван стоит, там место мало, они все вместе там, рядышком АПЛОДИСМЕНТЫ Насколько вы старше? На три года Вы с Марийкой попали в больницу Что вы помните? Помню последний момент, то что мы с ней баловались в лужах Был дождь и мы с ней баловались в лужах Ала и Валентина, они ходили в школу То я оставался, естественно, дома Мама куда-то уходила, отчим куда-то уходил То есть я отчасти смотрел за Марийкой То есть смотрел, как бы, пока она спала, все было хорошо Старший, пятилетний за двухлетним ребенком присматривал Получалось, не получалось Менял пеленки, молоко давал Мария, вот чья заслуга, что ты выжила? Твоего брата АПЛОДИСМЕНТЫ Марийка после больницы попала в приемную семью Куда попал ты? Получается, в больнице, мы были с ней в одной палате В один день, я помню, приехали тетя с дядей И забирают Марийку Ну, я, естественно, в слезы Потому что мне, я не представлял просто Я всегда был с Марийкой, тут ее нет У меня на следующий день за мной приехали тоже тетя с дядей И спросили, ты хочешь детский дом? Ну, я на радостях, ничего толком не понимаю, я сказал да И вот после того момента больше не виделся Не знал, как, что, куда сложилась Марийкина судьба Но я все время был, находился в этом интернате То есть все 9 лет я был в интернате А скажи, когда находился в интернате, скучал по дому? Ну, я не скучал по маме Я скучал больше по дому, по сестрам, потому что они ко мне приезжали Я как бы, я знал, что у меня есть мать Но я забыл, я когда узнал всю ситуацию Ну, мне как-то стало фиолетово, скажем так Одна ситуация, извиняюсь, Виталика перебила Мене мама закрыла в квартире с годовальником Виталиком Я там, наверное, была, мабуть, або неделю, або двое Мама ушла за хлебом и не вернулась То про яку маму можно говорить? И осталось, как бы не соседка, я не представляю, что с нами было Виталик, а вы как считаете, вам лучше с мамой было бы жить или в интернате? Сказать честно, я очень рад, что я попал в интернат Потому что я стал человеком Если был бы я с мамой, я бы не знал, смог бы я встретить таких людей Которых я вижу сейчас перед собой Я бы не знал, если бы я мог бы вообще Ну, я бы не знал, чтобы со мной, с моей судьбой было А чем вы занимаетесь? Меняю работу, ну, грубо говоря, новую Я буду водителем директора авиакомпании Поздравляю вас Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете Вот эта встреча, она изменит что-то в вашей жизни? Или все-таки вот сейчас свет камер, все отключится И все пойдет, как было? Я для меня, например, я просто знаю, что Наконец-то заполнится ячейка, яку от... Не хватало Ну, знаете, вот, я, знаете, вот, типа пазлика одного не хватало И будет полная картина, скажем так Вот и все А теперь, наконец, заполнится то, что мы, годами, про что мы думали Я сейчас на вас смотрю и вижу в каком-то смысле идиллию Но ваша идиллия пока еще не является полной Потому что у вас есть еще одна сестра Которая, думаю, как вы уже догадались сегодня тот же в нашей студии Маша, это твоя старшая сестра Тамара Марийка, сонечко, прости нас Прости нас, что мы не до конца тебя шукали Что мы не столько усилий приклали Ты одна нас четверо, ты одненька, вибачь нам за это Я тебе очень маленькую памятаю Тебе было год, как я приехала Ты только руки протянула Такую куколку тримала без одной ножки В тебе, может, в жизни не было ни игры, чтобы ничего Возьми И вибачь нас за всех Вибачь, мы четверо не шукали тебя в одну Чего я говорю четверо? Зараз мы тут трои, а еще в студии десь тут А есть наша еще одна сестричка, Алла Вона присутня тоже, Алла, ходи я Вот такая маленькая Да, но она и была маленькая у нас Она и была маленькая, Зосим Марийка, счастливо Да Тамара, вы вините себя в том, что не нашли Марийку раньше? Так, моя вина Я виню себя в этом Того, что Я понимала, что, так как я старшая сестра Я понимала, что она четверо Она одна Нам нужно больше этих усилий прикласти Мы все думали, что у нее есть семья Гарна Она ничего про нас не знает И, ну, разрушить ее Той дом, то счастье, что в ней там есть Мы боялись, мы именно этого боялись Это сижу Марийка Я переглядую семейные фотоальбомы У меня их есть У меня их есть трошки И я кого альбома не открыю Дивлюся, мы три сестри Валя, Алла и я Дивлюся дальше Виталик Одною фотографии нема Это твоей А я хотела бы, чтобы она скорее появилась в нашем семейном альбоме Я надеюсь, что скоро она появится Забрала, выховывала меня бабушка Вона получала пенсию Вона была старенькая Померла вона 82 роки Отдала меня и бабушка, так сказать И хорошие люди Ну, такая, какая я есть Благодаря бабушке В 17 я пошла на шайную фабрику працювать Ну, и трошки начала сама на ноги так вставать Маю очень хорошего человека Двое детей, они в студии сидят Тетя приехала еще Побачить Ну, о том, как вы живете сейчас Мы можем узнать из видео Внимание на экран Ну, Марияочка, солнце Иду, я покажу, чем ты будешь заниматься Если ты приедешь до меня Не думай, что будешь долго спать То что ты за мной встанешь Пидешь за мной до хозяйства На огород У меня кукуруза, картофель, помидорчики, огурочки Будем працювати разом Так, Марийка, вот тут у меня моя господарка Тут мои курочки живут Зараз мы их покормим Попросим, чтобы они поели Это мон disagree. Мышь каблин гулять. Сейчас увидим, чим SAR Kelce,итуция,etu decide травы. Давай кормим травы. Красные ссылки? Все есть маленькие! Ой, мои хорошие! Марийка придет помогать мне их gastать. Когда едет они overlanyли на этой же гости, все будет в koskaе, без ГМО.. Ну, такое у меня хозяйство, таким я займаюсь. Мария, готова? Мария, готова помогать сестре по хозяйству? Да. Готова? Не боишься? Нет. Алла, а как сложилась ваша жизнь? Кем стали вы? Я работаю в детском садике, помощник-воспитатель. Имею трех деток, самого младшего, 10 месяцев. Три сына. Муж хороший, свекровь. Все замечательно, как бы так. Тамара, я знаю, что вы первая нашли маму. И сейчас живете с ней в одном селе. Так. Расскажите, как она теперь живет? Так, как и жила, так и продолжу ее жить своим жизнью, таким, как она его сделала. Как? Пьет оди колон? Нет, она не оди колон, она вино, водку пьет. Оди колону на данный момент не пьет, того, что в ней трошки появилось, может, больше возможностей, что-то дорожче пить. А она работает? Нет, она пенсию получает. То есть пьет за счет пенсии? Так. Сколько ей сейчас лет? В вересня будет 60. Как часто вы бываете у нее в гостях? Два-три раза на тиждень несу езжу, несу леки. Треба, что-то забираю перестирать. То есть, несмотря на то, что она бросила своих детей, несмотря на то, что она не одумалась и не изменила свой образ жизни, вы продолжаете за ней ухаживать и заботиться о ней? Так, она же дала нам жизнь. Вы ее любите, правильно? Я к маме люблю, она дала жизнь. Не любили бы, не ходили бы, не носили бы. Нет, я ка б она не была, я хочу, чтобы она была та мама. Я с бабушкой прожила все жизнь. И того я ее шукала. Вы знаете, просто все равно, что в памяти в детской, воно десь откладывается в какой-то момент, например, у меня. От откладывалось, что мама была красива, в таком плаке, в таких туфлях, вся вот такая. И ты вот запомнил эту маму вот так. И вся любовь получается на то, что ты помнишь, когда она была еще нормальной, еще какой-то. Постараюсь не думать про то, какая она сейчас. Марийка, 10 лет ты искала свою маму. Вряд ли то, что ты узнала о своей маме, может тебя обрадовать. За исключением, конечно, того, что не оставляла она тебя в мусорном баке. Но... Памятание, День Родины, двери. Скажи мне, ты до сих пор хочешь посмотреть маме в глаза? Да. Готова? Да. Несколько лет назад твоя мама пережила инсульт. Она до сих пор не восстановилась. Но мы встретились с ней, и давай послушаем, что она помнит о тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Мария, Гай, Дрена Черни. Она родилась килограмм с 7 утра. А Марийку хочет тебя, батюшка? А Марийку хочет тебя, батюшка? Май! Хочет тебя? Да. Хочет тебя. Хочет тебя. Один мобком. Дочень. Дочень. Несмотря на то, что твоя мама не до конца восстановилась после инсульта, она все же нашла в себе силы приехать сегодня к нам в студию. И ты сможешь с ней сейчас увидеться и посмотреть ей в глаза. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ Маш, ты не хочешь сесть рядом? Мы говорили о том, что вряд ли эта встреча будет простой, но ты ее хотела. Что сейчас чувствуешь? Что вам сказать? В самом начале передачи ты хотела что-то доказать, объяснить, спросить, простить, обвинить. Что хочешь сейчас? Ты все еще хочешь, чтобы мама стала перед тобой на колени? Не надо, чтобы она перед тобой встала на колени. Хай живет, пока ей дано жизнь. А ты будешь в ее жизни? Ты будешь ее навещать? Если она рада меня видеть, то буду навещать, если нет. Даже не знаю. Показывать своим детям ее я не хочу. Вы стыдитесь своей матери? Да. Мы тоже. Нам тоже с вами приятно. Машка, ты знаешь, сейчас мне стало больно. Вот я всю передачу смотрел на тебя, и я думал, блин, придет этот человек, и я действительно плюну ему в лицо за то, что он так тебя обидел, она так тебя обидела. А сейчас мне стало больно за нее. Ты свою мать можешь увидеть в последний раз. Я думаю, ты больше должна сказать, чем то, что не такой запах, чем то, что ты не можешь показывать ее своим детям. Подойди и скажи ей максимум, чтобы она половины даже не поняла, зачем ты все это говоришь. Скажи максимум, потому что наступит момент, когда ты будешь жалеть о каждом несказанном слове, о каждой букве, которую ты не договорила. Поверь, я это знаю. Я честно скажу, я за всю передачу такое количество эмоций испытала. Я вместе с тобой и злилась на нее, и где-то там ее тихо ненавидела и не понимала. Сейчас я на нее смотрю, у меня кроме чувства жалости к ней дикого, не возникает ничего, потому что она потеряла самое ценное, что ей дано было в этой жизни. Она потеряла моменты материнства. Она потеряла радостные события из вашей жизни какие-то, понимаешь? Вот то, что ты имеешь счастье сейчас переживать каждый божий день, видеть своих деток, их целовать, укладывать их спать, купать их. Она это все потеряла, и она даже не поняла, как это произошло. И мне кажется, что вот она на самом деле сейчас об этом очень крупно сожалеет. Ее жизнь тоже очень сильно побила и покидала. И поверь мне, если ты ее простишь, тебе будет легче жить. И к тебе больше придет в этой жизни. И простите, может быть скажу что-то не то. За все в этой жизни нужно платить, рано или поздно. И ваша мать, хотя ей 60 лет, это возраст, в котором можно прекрасно жить, нянчить внуков. А видите, как Господь ее за вас наказал. Поэтому не наказывайте вы еще ее, Мария. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна, вы понимаете, что сейчас в этой студии собрались все ваши дети. Впервые, наверное, за всю жизнь. Они это сделали сами. Они это сделали и сейчас находятся рядом с вами. Вы понимаете, что вы потеряли? Вы, несмотря на то, что жизнь вас так полюбила, вы не сломались. А ведь мы знаем миллион примеров. Огромное количество семей и детей, которые повторили судьбу своих родителей. И слава Богу, что у вас все по-другому. Что думаете, Маша? КОНЕЦ Это ваша новая чоча. Кто не старший, Владик? Владик меньшенький. Марийка, вот еще один у тебя. Карабуз. Вот еще один. Это Алкин. Привет! Привет! Это дети Мари. Я безумно рад за Машу, которая сегодня нашла свою семью. Уверен, теперь ее жизнь станет гораздо полнее и богаче. Спасибо всем за обсуждение этой темы. В следующей программе не пропустите. Секс-скандал, который разразился в одной из самых больших многодетных семей Украины. Одна из воспитанниц обвиняет приемных родителей в жестоком обращении, а отца в попытке изнасилования. Папа снимал штаны и мои трусы. Руками все влажно туда. Но если девочка говорит правду, то почему ее не поддерживают остальные дети? Я говорю правду, папа, мой папа, наш папа, Лиза, не такой. А если врет, то зачем? Ваш отец залезал руками к вам в нижнее бюро? И какое оно истинное лицо матери-героини. Зачем ты разрушила нашу семью? Зачем ты подло поступила? Да если кто хочет, почитайте. Она была коллега. Вы нарушаете законы. Да ничего, у меня работает в генпрокуратуре невестка родная. Так что теперь? Невестка в генпрокуратуре работает? Да, и ее отец замчонки. Очень удобно. Все детали ровно через неделю.